Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, предложил провести дискуссию о том, что такое демократия. Вот, говорит, было движение «Окупай Уолл-стрит». Митинги, майданы. Движение-то куда-то делось? Что мы хотим? Чтобы была здоровая политическая конкуренция или шантаж власти, чтобы неизвестно кто бегал по площадям? То есть, вообще, где она, реальная демократия? Где она заканчивается и начинается какая-то анархия? Почему власть, оппозиция, народ вкладывают очень разные понятия в термин «демократия». И действительно, если посмотреть, то когда нам приводят пример «американская демократия», ну там не забалуешь. То есть, там попробуй выйти за рамки дозвольного, ну, например, сделал два шага, перекрыл каким-то образом проезжую часть. И неважно кто-то, будь ты хоть мэр города, как было с мэром Вашингтона, тут же пластиковые наручники и до свидания. Все ходили, кричали «окупай Уолл-стрит», куда делись? Вообще же их вот разобрали на запчасти. Тихо, спокойно нет, журналисты какие-то там попадались. Неважно, всех вместе упаковали. 550 вариантов демократии, все говорят «демократия, демократия». Так что это такое на самом деле? Браво на восстание, чтобы написать. Послушал я, послушал, как бы да, вот слава богу, что я не демократ, честное слово. Еще раз, еще раз с увлечением вздохнул. Потому что вот то, что я вижу, это попытка все многообразие политической жизни и попытка все многообразие реальной, так сказать, вообще жизни государств, обществ, культур подверстать под понятие «демократия». Это шапка, которая накрывает, пытается накрыть все, что в современном мире существует по одной простой причине. По той причине, потому что сейчас на это установлена жесткая политическая мода, если хотите, да? А рынок? Секунду, именно секунду, Вадим. Рынок вообще не имеет никакого значения к демократии. Вадим! Алло, гараж. Вот так вот они революции, вот это демократия, понимаете, демократия. Кто-то еще не договорил, а я уже начинаю, вот это демократия, потому что я могу говорить громче. Вот это не демократия, это не демократия. Вот никакая, ни по конституции Украины никакая. Смысл в том, что огромное количество изъянов этой модели, да, пытаются, на самом деле, прикрыть, не буду говорить, как Сталин, фигу, так сказать, лискому парламентаризму, но пытаются прикрыть, превращением этой формулы демократии в квазирелигию. Недаром все говорят и о ценностях демократических. На самом деле, говорить о процедурах, о них давно уже забыли. Никаких идеальных форм демократии не существует. И даже про США вы этого сказать не можете. 550 форм демократии, это означает, что ее как бы и нету, на самом деле. Потому что можно насадить в огромном количестве стран парламенты, которые не будут значить ничего ровным счетом. Можно проводить выборы, которые не будут значить ничего ровным счетом. Но будет это формально называться демократия. Нету никакой демократии в реальности. Есть на сегодняшний день доминирующая политическая воля со стороны стран Запада, которая под этим, так сказать, под этим названием навязывает собственное устройство мира. Да, огромное количество стран после Второй мировой войны обзаявились псевдодемократическими формами правления. Почему? Потому что так было удобно. Вот когда-то было удобно одно, а сейчас стало удобно другое. Пройдет, может, 50 лет, а о вашей демократии листок вообще никто не вспомнит. Будут совершенно другие формы правления. На сегодняшний день есть некий мировой смотрящий, который действительно является наиболее мощным игроком на политической арене мировой. И он навязывает эту шапку демпроцедур всем, кому не лень. Независимо от того, работают они, не работают при этом, он же и оценивает, является ли та или тот или иной строй демократии или не является. Пример Иран. В Иране на самом деле существует интерпретическая борьба, есть парламент, там существует оппозиция. И, кстати говоря, там неплохо борются с коррупцией. Я там бывал, могу вам сказать, что там может быть даже лучше борются с коррупцией, чем во многих так называемых демократических странах. Но кто-нибудь считает на Западе Иран демократию? Нет. В КНДР, по секрету, тоже демократия. Там тоже есть парламент, представляете? Там тоже есть парламент, там тоже выбирают. А была советская демократия? В Советском Союзе есть демократия. В том-то и дело, что вы таки-то говорите, советская демократия не демократия, а американская демократия. Иранская не демократия, а европейская демократия. Корейская не демократия, а вот такая-то демократия. В Африке мы вообще нечем... Про Африку мы вообще молчим. Там живет почти половина мира, мы молчим. Есть там демократия, нет, это для нас неведомая... Иногда демократия там есть, а иногда ее пить. Вот и все. И иногда сжирают демократию. А то, что большая часть человечества, вообще, на самом деле, она чужда вот этой всей дискуссии, которую, так сказать, у нас любят заводить, нас это не интересует. То же самое, демократию, вот точно так же, демократию воспринимают, на самом деле, и в России. Не как какой-то институт, не какую-то идеальную схему, не как реальное человекоуправление, а как некую платформу, которая позволяет делать то или иное. Вот нынешнюю власть, например, считают недемократической. Почему? Почему? Одна единственная причина. Она поссорилась с Западом, да, и по этой причине, на самом деле, пытается отставить свои национальные интересы. Потому что, на самом деле, в современной России демократии больше, чем во многих других странах-союзниках США. Больше, в реальности. Вот той самой процессуальной демократии, так сказать, процедурной, больше в смысле вот этих дискуссий бесконечных, больше ее. Но, по той простой причине, что она не соответствует на сегодняшний день, на данном историческом периоде, да, требованиям Запада, причем, что будет с Западом через сто лет, еще никто не знает. Она демократией не считается. Поэтому, к сожалению, да, существуют теоретические формы демократии, такие, ну, так сказать, идеальные формулы, которые, как было правильно замечено, даже в Афинах никакой демократии, по сути, не было, потому что рабов было гораздо больше, они были лишены всех прав. Да, она существует. Но в реальности, в реальности давно превратилась в механизм политической манипуляции, которые превращаются в институт квазрелигиозных ценностей. Именно поэтому этими ценностями пытаются подменить все остальное. Вообще ничего не существует, кроме того, соответствует эта демократия или не соответствует? Если вы против демократических ценностей, вообще против всего человечества. Вот кто дискредитировал демократию, это, в первую очередь, ее главные носители. На сегодняшний день это американцы и европейцы, потому что именно они из демократии, как может быть действительно достаточно подходящей модели в тех или иных случаях, сделали политическую идеологию. Демократия давно превратилась в политическую идеологию, которая прикрывает те или иные действия на внешне политической арене. Борьбу с конкурентами в экономическом плане, борьбу с конкурентами в военно-политическом плане и так далее. Вот они и дискредитировали эту модель, и полностью ее корродировали. Поэтому в демократию верят все меньше и меньше, и она все менее и менее работоспособна. Секунду, Владимир, это то, о чем я говорил, когда я здесь сказал, что шестсторонник монархии, я говорю это совершенно искренне, между прочим, в этом смысле я гораздо ближе к древнегреческим философам. Они-то монархию, а затем аристократию стали выше любых форм демократии. Другое дело, возможно ли она сегодня? Это другой вопрос. Моя-то мысль вот о чем была, помимо моего антиамериканизма и так далее. Она состоит в том, что как раз те люди, я же об этом совершенно прямо сказал, вы попытались это как-то передернуть, да? Моя-то мысль в том, что возможно в этой теории есть здравый смысл. Действительно и правда мы об этом говорим. Но во что ее в реальности превращают носители этой идеологии? Я еще раз говорю, нынешние лидеры демократического мира превращают ее в квазирелигию и идеологию, таким образом кастрируя идею демократии. Кастрируя, потому что она начинает претендовать на те сферы жизни, которые она на самом деле регулировать не имеет права и не сможет, и не будет никогда регулировать. Например, религиозность. Например, религиозность. Человеку свойственна религиозность, на самом деле, подавляющее большинство людей. Это его личное выбор. Это не имеет значения, она свойственна. Это свободное. Подавляющее большинство людей. Демократия, как политическая процедура, секунду, вторгается даже в эти сферы жизни. Она пытается контролировать теперь все. И под видом свободы регулировать вообще всю полноту жизни. И этим самым, между прочим, превращает, сама себя превращает из демократии вот в тиранию. Новую форму тирании. На основе, в том числе, новых технологий. Оно к этому все и идет. И люди, которые считают себя сведущими демократией, на самом деле, приведут все в итоге к технологической тирании. Поэтому они и извращают ее. Поэтому, понимаете, здесь вот вопрос в том, что если действительно в этих вещах искренне разбираться и не пытаться вставать на ту или иную политическую позицию. В этом проблема. Да, процедура избираемости, она действительно может быть и неплохая. Действительно, люди должны участвовать в формировании собственной судьбы. Да, должны. Но те, кто делают из демократии новую систему ценностей почти религиозного характера и политическую идеологию, убивают демократию. Убивают. А между прочим, в нашей стране большинство демократов, они на самом деле сторонники не процедуры, а идеологии. В этом проблема. И демократия это всегда компромисс между капитализмом и демократией, между свободой и безопасностью. Потому что иногда возникает ситуация, когда надо пожертвовать свободой ради безопасности, для того, чтобы сохранить страну. А иногда, когда с безопасностью проблем нет, нужно увеличить свободу, потому что свобода создает возможности для экономической самодеятельности. Демократия и капитализм не говорите, что ли? Я что-то не могу понять. Совершенно верно, да. Потому что капитализм, да, совершенно верно. Потому что собственников меньше. Понимаете, собственников? И уборнее. Подождите, это всегда компромисс, я еще раз говорю, компромисс, потому что большинство всегда будет хотеть раскуркулить тех людей, у которого бизнес, у которого собственность, у которого власть. То есть демократия появилась для ограничения капитализма, что ли? Совершенно верно, да. Потому что сначала возникало конституционное государство, потом рыночное государство, потом демократическое государство, потом социальное еще государство. А мной говорят еще экологическое государство. Это волны такие шли.